Самое главное, что меня больше всего беспокоит, или мне хочется, это разобраться с этим центром избирком, а именно то, что вот эта система не дает выбора кандидатов. То есть мы свободные души, которым первотворцом дано право выбора, нам не дают сделать этот выбор, потому что кандидатов из кого выбирать, их просто вырезают. Кстати, я хочу облегчить эту систему, найти этих виновников, кто нарушает коны первотворца, и дать им по справедливости, чтобы восторженствовала. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что-нибудь видишь? Вижу. Вижу в Москву, такой кусок горы черной, а кусок сполз. И на этом склоне, вот так как, знаешь, как земля сходит. Такая красная звезда, которая покосилась, вот. Вижу ее кто-то тянет, в сектор магии тянут эту звезду, а вместо нее выходит что-то другое. Вот с этой горы такая черная какая-то фигура. Ну хорошо, давай посмотрим, что это за звезда, или кто ее тянет, как правильно. Ну могу посмотреть, вот что это за звезда. Она выглядит как красная, и там какая-то желтая каемочка внутри, вот так как-то идет. Но две ножки, как будто бы левая нога, как считывается, споткнулась. И пошла на бекрень эта вся звезда. Она считывается как загнивающий коммунизм. А тянут кто-то в секторе магии, тянет ее. И от этого она на бекрень идет, а выходит, то есть она уменьшается, а выходит что-то, какая-то фигура огромная. И они тянут эти нити, веревки, как будто бы от этой черной фигуры. И эти нити как будто бы выталкивают эту звезду. И она выходит, то есть она падает, и выходит такая как игла, какая-то белая, как прозрачно-белая. Насчитывается люминация, люминация. Что обозначает люминация, это звезда, это игла. Она из черного этого пространства внутри, а это, выходит, да, она считывается люминация. И сектор, в секторе интерферентов находится как... Она считывается игла сознания, вот эта игла еще. Какой-то эгрегор, какая-то штуковина, она как замылена, ее не видно белым таким, как будто бы бинтами укутано какое-то пространство. Я слышу герметичное знание. Вижу там такой круглый стол. И там находится за столом, как будто бы фигуры сидят. Чёрные фигуры. Что это за фигуры? Приказываю этим фигурам проявиться гласно-физическим ДНК. Они как-то в каких-то... Как фраки, чёрные. И какие-то белые перчатки у них. Чёрные шляпы. Они выглядят, как считываются, как лорды. То есть какая-то светская, считывается светская культура бытия. Так, кто из них там главный? Вижу, что вокруг такой стол, круглый, как кольцо. Они сидят вокруг этого кольца. Я вот смотрю, ты говоришь, а внутри этого стола такая пирамида чёрная. И именно от этой пирамиды, вот так, отросток, вот эта игла идёт в Москву. Кто-то вот это ты сказал, кто главный. И тут выходит какой-то без штанов. То есть у него фрак, рубашка белая. И что-то на руке на левой лежит. Перчатки белые. А на левой руке как будто бы полотенце какое-то. А штанов нет. Нет, штаны спущены. И всё достоинство тут и сзади, и спереди на виду. А штаны вот так как-то на двух ногах спущены. И являются такой, как верёвка, как символ восьмёрка, да? Бесконечность. А на ногах такие туфли, как у клоунов, с такими толстыми носками. Считывается как капуцин. Иллюминати. Что обозначает, что он без штанов? Показывает, что поворачивается и бьёт себя по жопе. И я слышу, что разрешает войти в себя духу. И вижу, что там гианус, там как энергетический считывается проём. В общем, портал, понятно. Да. Так, что обозначает, перчатки у него на руках? Перчатки белые. Я слышу декларации. Сделать мир лучше. Что значит лучше? Да, чёрные, но я вижу руки-то чёрные, с когтями такими, потому что они одержимы, этот человек, он одержим, я слышу, бесами. Но вот эти белые перчатки, то есть это декларация. Ну, как все эти религии, они что же декларируют? Да, декларируют, что делают что-то хорошее, а на самом деле делают то, что демоны, и вот он вдохновляет. Так, да? Да. А вот это на руках у него, вот это полотенце. Что это за полотенце? А, какое-то полосатое полотенце. Какие-то белые и красные полосочки. Белые тянутся, вот так вот, в сектор магии. Я слышу плетение гипноза. А красные полосочки в сектор интерферентов. Считывается скрытые истинные мотивы, агрессия. А потом они переходят и соединяются с этой чёрной сущностью. Конечно, как демодический эгрегор. Так, что значит туфли, как у клоуна? С такими носками. Оно выглядит так. Сейчас идёт метафора, как будто бы человек идёт и гнилые листья так своими ногами раздвигает. Там груши какие-то гнилые такие. Грибы гнилые. То есть я слышу, ворочаться в грязи. То есть идти путями дьявола. Так, и там верёвка какая-то была. Где-то. Верёвка. Так, я не записал. Это, наверное, штаны, как верёвка у неё там была восьмёркой. А, это спущенные штаны, которые опутывают ноги. А это я слышу разрешение на доминацию. То есть посвящение. Иллюминати. А что значит это слово иллюминации? Ну, или это организация? Я вижу сущность. Этот Люцифер, он тоже иллюминисцирует, да? И у него, где третий глаз, как будто бы такой алмаз, который вот так переливается, сверкает. Но у него заманивающий такой свет внутрь. И отражая, идёт как будто бы свет чёрный, такими треугольничками, идёт внутрь. А отражает вот это как перчатки, декларация. То есть декларирует о себе не то, чем он есть на самом деле. Иллюзии. Понял. Так, хорошо. Вот этого главному приказываю ему отвечать. Кто он такой, как его зовут на физике. Так. Он перемещается в сектор магии. Звучит, вот там тоже он звучал, как Юнг. Говорит, что он создал систему психического рабства. Он говорит, что он классифицировал и разложил всё как бы по таким ячейкам. И он говорит, что он достиг высот в распознавании зла. И показывает на нём вот эти такие чёрные ботинки. Эти носки на ботинках. Он говорит, что он доковырялся в грязи до основания зла. Что он всё понял. Так. Так. Ладно. Так. И что этот Юнг с этой группой товарищей делает за этим круглым столом? Приказываем отвечать. Сейчас он следит, как будто бы связанный среди них всех, как заложник. И они все говорят, что они его поймали на лжи. Странно. Угу. Так. Чем они там занимаются? Кто они? Вот этот круглый стол. Они сидят вокруг этого круглого стола. Что они там делают? Они говорят, что они используют систему Юнга для продвижения их идей. И это вот вдруг проявилось, что это как волос, как луковица. Вот это пространство, как луковица волоса. Да. Вот это всё. И вырастает вверх. Они говорят, что для продвижения, говорят, идей в массы каких-то идей, вот эта чёрная энергия выходит. То есть они используют его знания, потому что вот эта луковица, которая как будто бы под кожей находится, это вот там вижу этого Юнга, который говорит, что он всё распознал, всё узнал и всё разложил по полочкам. И он говорит, что он научил, называет вот этих людей, которые там сидят демонами, он говорит, что он научил демонов использовать это во вред поверхности. То есть людям, которые живут на поверхности. То есть вот эти духи, они выходят с его помощью как-то, то есть они используют эти знания для выхода наружу. Да, сейчас я освобожусь, отсоединюсь. Отсоединяйся, поднимайся выше, Виктория. Да. Я оттуда как будто бы волосиночку такую выдернула и раскрываю её, как книгу надвое, вот так вот. Когда я её раскрыла, то там вижу такую чёрную звезду. И слышу магический центр, воздействие на массы. Так, а где это находится? Увидела вот эту, я слышу, телебашню. Останкинская телебашня. И оттуда такой чёрные сигналы идут, а пух, пух, пух. Вот прям вот так вот, как будто бы грязь, вот такие чёрные магические энергии, такими кольцами выходят, волны такие. Считывается пропаганда, ложь. Значит, вот это иллюминаты, используя знания этого Юнга, воздействует на сознание человечества через этот центр Останкинской башни. Я правильно понял. Ну, идёт как бы диссонанс со словом «человечество». Оно идёт в ограниченное пространство. И вижу, что как граница такая идёт. И здесь подвержена, я слышу, Россия. То есть идёт вот такая, как забор по западной границе. Просто вот вижу, как натягивают, как будто бы проволоку колючую. Знаешь, такой забор. И вот от этой Останкинской башни вот идёт, я слышу, разлив. Разливается вот эта энергия. И она именно вот имеет этот цвет. Вот она так, пух, пух, чёрная. А потом, когда уже покрывает вот это всё пространство России, и оно считывается вот как эти перчатки. Та же энергия этих перчаток. И считывается покрыть волокой. Когда я подумала, что это, я вижу, как глаза, человеческие глаза, и на них как паутина вот такая. И эта паутина считывается как запрет на правду. Хорошо, обличаем всех этих людей, что они распространяют этот запрет на правду. вот этот, что они покрывают поволокой. Обличаем их воздействие. Какая-то женщина вот так высоко находится в этой, как будто бы в этой телебашне. Но я не думаю, что они там прямо сидят. Я не знаю, где они там сидят. Но выглядит такая женщина пропагандистка. Такая симпатичная. И она вот так берёт, как-то такую стопку бумажек, и такой тяжёлый, как-то бросает на стол. Приказывает, и женщина зваться. Кто она? Такое имя, фамилия? Ну, от неё идёт дочь Люцифера. И показывает такую чёрную на лице, как маска, чёрный диск. И говорит, что моё имя пропаганда. Приказываю брать иллюзию. Ну, это не иллюзия. Это эфирные программы. От этого диска идёт... Ну, это да, программа это тоже иллюзия. В сектор магии там кто-то тоже сидит. А там эти, которые тянут. Вот эту сущность, которая вылазит из-под земли, звезда падает, а сущность выходит. Кто это в секторе магии находится? Приказываем он проявиться, согласно физической ДНК, отвечать, кто он такой? Там какое-то существо, похоже, ну, прямо считывается, как вот этот денежный бок. Китайский. Это кошка с рукой. Не кошка с рукой, а жаба такая. А жаба. Сидит жаба. Слепцом Си. Си Цзиньпинь. Да. Вот эта жаба сидит с этим, красная жаба. И говорит, что они, показывает на Кремль, вот куда он показал, говорит, что они его заставили руководить страной. Так, каково это его? Вот этого Си, он говорит, что они, и показывает там, где вы, вот это вырастает, это какая-то, мы еще не посмотрели, и там эти люди такие, вот эти, которые иллюминати. вот эти они там. И он говорит, что они его заставили руководить их страной. Угу, вот оно как. И получается. А, что интересно, вижу, я вот так смотрю на этих людей, а это вот эти, оно считывается, секта иллюминати. И вижу, что они вот так, как будто бы стоят в кружку. Ну, вот эти штаны у них сняты. А по центру какая-то голова. Что это за голова? Я слышу путинский двойник. Угу. А от них, от всех, от их отростков, вот к этой голове, они как будто бы мочатся все на него. Ну, вот такие подключки вот идут. Угу. Так, что это за это действие? Мочатся, что это за воздействие или что это такое? Так, у одного из них появляется какая-то книга в руках. Они делают какой-то типа ритуал или что? Я слышу, они поднимают руку, клятва вот этой черной звезде, магической. Я слышу, клятва Люцифера, клятва. И вижу там среди этих, их там как будто бы восемь человек. И Пескова, его глаза вот эти огромные. Угу. А потом эти другие. Они считываются как управляющие государством. Потом этот Патрушев, потом этот еще такой симпатичный, круглое лицо, не знаю как его. Мишустин. Мишустин. И там другие. И они вот так, потом их, а потом все остальные несчитываемые. Они все как, знаешь, как эти. Маляне. Безвлеки. Знаешь как, да. Как вот это есть в шахматах. Фигуры. Есть просто пешки. И вот эти фигуры стоят. А потом пошли, как считываются, вот как пешки. И они вот так на своих ступеньках вниз, вниз, вниз пошли по такому вот, я слышу, по герметическому кругу. То есть это структура, герметическая структура. И у них подключка именно идет, то есть к этой жабе, к этому си, который постоянно говорит, что они заставили его управлять их страной. Эти иллюминаты его заставили. Да, интересно, каким образом. Давай посмотрим, каким образом они его заставили. Сейчас я вижу, появляется такой памятник Ленина. Одной рукой он держится вот так за жилетку, а другой вот так показывает на Китай руку и говорит, мы пойдем другим путем. Вот это коммунистическая идеология, которую он внедрял. Да, то есть это порабощение, я слышу, наций. Это идея мировой типа революции, а на самом деле мировой захват, паразитизм, террор и все остальное. Терроризм, да, то есть мировой терроризм. Я так и слышу, красный террор. Она что-то не стучит, а они же так себя обозначили. Красные террористы. И в Библии написано, что пятая часть планеты стала красной. То есть в книге, последней книге Библии, там же все описано. Вот я вот вижу, как оно. Вот он своей рукой, ну левой рукой. Обычно на памятниках показывают правую руку. Что он показывает? А здесь правая рука вот так, как будто бы палец спрятан. В жилетку, да? В жилетку, да. А левой рукой он как бы показывает направление. И он, я слышу, стать коммунистом. То есть заставили стать коммунистом, коммунизмом. Я вижу, что по направлению к Китаю там идет такой огромный эгрегор, в котором находятся, я слышу, страны коммунистического альянса. То есть те правительства, которые... Приняли эту идеологию коммунизма? Террористическую идеологию, да. Виктория, вот эта рука у него правая в жилетке, ты так понимаю, как символ какой-то там правой руки у этих масонов? Я не знаю, я вижу, что ключевой моментом играет вот этот большой палец. Я слышу спрятать. Это имеет отношение к этой руке в белой перчатке. И большой палец черный. И это, извиняюсь за подробности, выглядит как будто бы они друг другу этим пальцем в попе ковыряются почему-то. Вот именно этим пальцем я слышу вызывание духов, ступени познания сатаны. То есть я вижу, что психологические и эзотерические знания Юнга были воспользованы для продвижения, то есть были использованы во вред. И он находится как заложник, то есть на нем как бы основаны вот эти психотехнологии. Я вот это говорю и вижу, как эта проповедница насчитывается, вот эта безликая пропагандистка, но она проповедница, считывается тоже. Как ступка бумажек, они черные, а внутри как будто бы светятся. И вот это свечение, оно считывается Юнг. Психические знания, то есть тонкости психики человека. А Юнг это Карл Юнг? Ну он и звучал, Карл, сначала, да? В заложниках. А каким он образом в заложники попал? Он говорит, что его знания, и вот он, где его голова, от его вот так головы идет такой шар, сияющий шар. И мне сразу пришло, идет Карл Уша, вот этот Карл Уша не зря приехал. Он же тоже Карл Уша Карлсон, да? То есть это как бы извращенное вот это. Ну Карл это тоже это имя одинаково у разных по-разному звучит. Ну Карлсон это сын Карла, фамилия у него. Понятно. Так, и что этот Юнг передал знания? Он не передал, его просто, я слышу, захватили. И он вот так обмотанный веревками, вот так сидит среди них. И они захватили его знания для того, чтобы выстроить, я слышу, систему пропаганды. А каким образом его захватили? Ну книги читают его. Я слышу, что они это интерпретируют. Но точно так же это происходит, я вижу, как, например, есть самый эффективный способ достичь результата. Это психологическая регрессивная терапия. И вот эта способность погрузиться в альфа-состояние и естественным путем проработать неправильные решения, отменить, потому что все держится на решениях. Вот когда человек принимает решение в согласии с иконами первотворца, тогда в его жизнь входят чистые энергии. Ну и наоборот. И точно так же, как противоположность чистой работе в альфа-состоянии, есть магическая, то есть есть эти, я слышу, парапсихологи, которые используют во вред. То есть они используют не экологичные методы для добра своего и окружающих, а насильственные методы, ну вот как эти колдуны, да, то есть они тоже типа что-то видят. Да, какие инструменты используют только. Да, то есть во зло. Я говорю, вот такой вопрос, вот этот Карл Юнг, он какое имеет отношение к Такеру Карлсону? Энергетическое. Энергетическое, это я вижу, как, слышу, постельная, энергетическая. Я слышу, что на нем, на Карлсе, на этом Карлсоне используют методы этого внушения. Я вижу, вот это привлечение, они тянут, привлечение. Он считывается, как проплаченный пропагандист. И он находится, у него тоже эти вот башмаки такие смешные. Ходит в нечистотах. Хорошо, и мы вернемся к этому, и к этим иллюминатам, наверное. Это получается, они управляют этим Си, соответственно, и всей этой пропагандой? Ну, получается, что сейчас управляет ими он. Потому что по отношению к Москве он находится в секторе магии, и агрессия исходит от него. А Цзиньпиня, вот это, да? Да, то есть он использует... То есть это как будто бы какая-то вот такая двухсторонняя... Такое действие с этой стороны, с этой. Эти вот считываются как гибнущая секта иллюминати, они потеряли как будто своего господина. Странно. Что это обозначает, потеряли господина? Я вижу, что их господин из сектора интерферентов стучится как в потолок. А они друг другу там этими пальцами и ничего не могут сделать. Они не могут, я слышу, прорвать контакт, выйти на контакт с Люцифером. Они потеряли контроль над ситуацией, и они не могут выйти на контакт с Люцифером. И я вижу вот эти энергии, как будто бы они там писают на этого. И считывается, что они сливают свою силу как бы впустую. И вот это слово идет демагогия, Гог. Демон Гог. Что это обозначает? Гог, я слышу. Именно вот эта сущность, которая вот выходит как бы из-под земли, она вот считывается как Гог с земли Магога. А вот эти проповедники, вот демагогий, да, демагогия, я, то есть это распространение идеологии этого Гога. А это за сущность? Мы посмотрим, что это за. Я слышу престол сатаны и вижу, как на звезде пятиконечной сидит этот Люцифер. Угу. Он как будто бы, да, сидит на этой звезде. И звезда такая огромная, а он маленький. Угу. И считывается, что он заперт в темницу, что его время как бы пришло рассчитываться по долгам. Угу. Так, как это его время пришло? Он не может прорваться сквозь, я слышу пуповину, вот это как натяжение такое пространство. Угу. Он, у него желание выйти своей сущностью на поверхность. Угу. А каким образом они его тащат? Что это ритуалы или действия какие-то? Сейчас я посмотрю. Угу. Так, они вытаскивают. Угу. 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 Воз считывается. Угу. 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 дух, который в них работает, вот этот первый идет, и у него такая подключка к чему-то идет, и у них идет страшный отток энергии к этому… ну, в нижний портал, оте-то дух не может выйти. а этот первый сейчас я посмотрю которая он говорит мы убиваем 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 она почему-то он говорит россиян убиваем убиваем так приказал дзиньпинь также он говорит что кто-то голоден я вижу что голоден это вот этот сущность которая выходит как гора вот эта звезда да 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 он как будто бы выходит одновременно то есть это как бы в процессе постоянно происходит он вылазит как будто бы с земля разверзлась и он так вылазит и вот такие как щупальцы руки и он как бы гребет вот к себе к себе к себе сейчас я посмотрю что это он гребет я вижу какие-то сияющие считываются жизни сияющие энергии жизни я вижу взрывы война погибающие души а что это на физике за ритуал они делают связан ли он с этим днем столетий смерти ленина но я такого не говорила что что я вижу да что на физике они делают что это за ритуал вызывания духа но ритуал спиритический ритуал где он происходит это действие в кремлевских застенках кто на физике это делают ритуал приказываем всем править согласно физическим днк встать по старшинству вот эти все вот они главные и пешки но пешки нет а главное их считывается 8 человек управление страной который сейчас один из них мертвые сейчас я посмотрю кто это мертвый это считывается как концерн как система управления а один из среди этих сегментов считывается мертвый и я вижу там много мертвых душ это эгрегор целый и там находится не слышу мертвое сознание и там это держит вот как будто бы на этом как разум как энергетический такой объект считывается юнг но это считывается вот как его сознание а а там дальше лежит этот труп ленина алин с этой рукой не стали на этот гитлер с этой рукой стоит сталин как будто бы раз по расползся в виде такого какого-то слизняка с такими лапами отростками и только шляпка такая на этом этого со звездочкой значит этот эгрегор с этими нога чекисты то есть это как будто бы там эти все фашисты фашистский эгрегор а до этих мертвых душ таки в этом ритуале они используют получается этот эгрегор и еще семеро до человека я не знаю что они используют и значит их не ритуал на россию до направлен да они постоянно говорят моих уничтожаем 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 а потом кто-то говорит нужно родиться нужно родиться и это какой-то как знаешь как какой-то сюрреализм какой-то и какие-то искаженные программы хороший который такой вопрос как эти действия как это правительство связано с нарушением конумпера творца свободы выбора имею большие выбор правителя который бы был доступен для россиян чтобы они могли выбрать достойного человека но я слышу никак она отсечена то есть это правительство она находится совершенно в другом энергетическом пространстве пространстве демонического управления сознанием и исконными божественными не связано вообще никак с магией связано с истерикой магией подчинением герметические знания типа знания знания зла да так хорошо вот это у нас тогда соединить виктория от этой ситуации это простит как она блин блуднице который занимается через останковскую башню распространяет эти это получается пропаганда да да хорошо вроде бы мы обличили это система в принципе понятно да хорошо эту информацию раз распространяем по эфирному плану показываем я первое 100 первотворцу жизни приказ нет нет вы сами хорошо от своего имени как гражданин этой россии приказываю этой всей шайки убрать их не воздействие весь их ри толпы забирает их ними руками применяет на ниже ну я им говорю что я вас вижу как-то странно все это потянулось вниз и вижу что в тот момент когда я вот сказала что я вас вижу она так как-то скукожилась и вот это пространство откуда там добивался вверх пробиться этот демон она его потащила вниз и эти тоже потащились вниз я тоже отправляю это все их магию на аннигиляцию и запрещаю магию колдовство силу насилия и приказываю им немедленно прекратить убийство людей и вижу как в этот момент вот эта рука которая схватила эти души вы так и и как будто бы скрючила обратно и выпускает эти души я передаю всем убитым во время и всем жертвам этой войны и всем тем которые россияне пошли убивать это не просто украинцев 30 воин уже прошло за за это все время они убивали людей и в сирии и венесуэле и по всему миру и в африке я им прикрыл приказываю при немедленно прекратить все войны и получить карму за их ложь воздействие силу и магию мы все это видим и я вижу как эти у этих каких-то иллюминати вот эти они такие были как черные пиджачки и такие белые рубашечки я вижу как эти черные пиджачки а ноги были и их эти корешки были голые как эти черные пиджаки начали как бы прорастать до низу до самого я слышу что начали терять эту свою человеческую силу влиять на физическом плане то есть вот эти их ноги и их причинные места покрываются полностью этой черной энергией и они все скукоживаются и исчезают вот как фильмов ужасов показывают как уничтожаются очень быстро например какие-то там монстры вампиры от солнца как уничтожают точно так же и я вижу что этот стол разрушается вот это какая-то голова там а рыжая какая-то голова двойника это раздутая голова как шарик такой и там где шея так вот черное кольцо да это двойник путина и я вижу что от этого черного кольца тянется сектор магии подключка и кто-то вот так вот дергает как один точно вот как марионеткой то есть он вообще там никто так как тоже им дергает в секторе кто дергает приказано проявить согласно физической днк появляется вот этот жаба это денежная этот сизин пень красный да приказывает муссию брать эти воздействия все его бумаги все это пропаганду говорит ртом да то есть виновен тот кто взял оружие виновен тот кто говорит ложь да виновен тот кто проявляет действие что принял решение и это действие он действует вот я передаю твою твоего пожелания потому что я как-то к этому как бы смотрю просто как отстранен так вот это двойнику путина так и мы его видим что он не имеет какой-то силы потому что его никто не выбирал приказано убрать его пропаганду его власть а он никто да тем более рассказывает что что говорить пусть получает карма за то что не имея никаких полномочий от лица мертвого человека действует во власти я вижу что он уходит а вместо него вот так как будто бы перепрыгивает вот этот сети пень вот и в этот этот раздутый шар то есть это голова путина типа путина это как шарик такой раздутый и а на самом деле я сейчас вижу как я слышу на кремлевский престол садится великий пень какой он имеет право сойдите на этот престол где крючок и зацепка он говорит что они меня выбрали и показывает как люди ходят и такие бюллетени бросают путин его марионетка и и выбирая путина люди выбрали истинного но всегда имеет значение то что происходит на самом деле на всех уровнях бытия и вот на на самом деле за этим всем скрывается я вижу за этим культом путина стоит вот этот сети пень он считывается как управляющий загнивающий коммунистической империей хорошо обличаем кто и управляет этой путиным и передаем всем людям россиянам кто голосовал бросал эти бюллетени таковой действительно они голосуют передаем информации предлагаю отказаться выбирать это коммунистическую заразу отказываться от их решений я тоже отказываюсь от этого и вдруг вот эта красная жаба да то есть это как камуфляж исчезает и вот этот сиденье и превращается в такого как монстр который стоит над кремлевской этой башни в руке у него какой-то меч выглядит он вот как ниндзи эти только черный что обозначает этот черный меч но он человек черный черный человек считывается катастрофа и от этого меча идет такое как кошка такие крючки в как будто бы он стрелял этим мечом в какое-то нижнее пространство как землю а там внутри в этом черном пространстве такие как крючки и я вижу это держится на я слышу на мумии мумификации я я слышу путина и там же считывается мумификация сталина ленина и потом пошло пошло еще вниз какая-то черная подключка и там какой-то привязана это к какому-то жрецу то что это что это за жрец давай посмотрим в секторе интерферентов эти все мумии это а что означает подожди секундочку мумификация что это ритуалы погребения и вижу что церковь это войны храм войны в россии под москвой и вижу там такой как сидуется лик путина и у него вы так как от шеи но вокруг такой как будто не а и такая морда лица круглая но точно он же как удмурт он же это же не путин совершенно не путин вот идет такая черная подключка считывается мумификация это водрузить на престол идеализация а вот это создание культа то есть на физике они делают какой-то ритуал идол идола которому как бы привязана вот это идея создать культ и вижу что именно вот эти иллюминати которые там ходили я рядочком друг за дружкой вот это связано с этой технологией так а кто там жрец сектор интерферент приказываем проявиться я вижу что лежит так это ленин а вокруг него ходит крупская считывается крупская а это труп тот который вот лежит он считывается как жрец жрец мафии а крупская как я слышу дала согласие и я вижу она такая лицо у нее такое распухшие почему-то она больная какая-то инфекция у нее сифилис а этот какой то ее муж как на этой фотографии на на каталке такой на кресле каталки такой сумасшедший и я слышу что она дает согласие ей дают звездочку привязан ну как будто бы сюда с правой стороны вот сюда на сердечную плечевую чакру и вижу там на этой звездочки такие ленточки как колорадский жук черные и оранжевые то есть это символ магии и привязки оранжевый цвет символизирует родовые травмы то есть младенческие родовые травмы то есть я слышу закладывание психики тот момент когда закладывается психика человека вот эти как раз вот эти энергии основываясь на родовых этих травмах зацепки вот эти крючки вот как это вот было да за что магия магия просто так человек рождается приходит в этот мир свободным но чтобы его захватить целая система включается ну что она дала согласие она говорит мумифицировать моего мужа она так говорит она говорит илюша попросил что это за илья приказываем проявиться он появляется секторе магии по отношению и привязан к этой звездочки считывается илья мамаев сталин понятно вот эта вся мумификация этих ритуал и погребения чтобы увековечить я слышу увековечить ритуал погребения россии так а что это за ритуал погребения россии я вижу что когда похороны этого ленина я вижу что сталин ему как будто бы черные капельки какие-то подкапывал и когда этот умер ленин то сталин как будто бы стал такой огромный а ленин у него буквально считывается как горшок и этот в этот горшок мочится что это обозначает он плохие слова говорит на ленина и говорит что благодаря ленину он стал на пьедестал и говорит что я выкручу душу из этого зверского народа он ненавидит человека как такового и вообще человечество и весь все народы и он с ненавистью так берет и как бы выкручивает это все и отзывает очень плохими словами называет их падлами и вижу как он считывается как чернокнижник и я вижу ему делается гипноз какой-то гипнотизер погружает его в гипноз и он как будто бы в альфа-состоянии этот но он под гипноз там это не альфа-состояние это гипноз потому что альфа-состояние это чистые вибрации и это естественные механизмы сознания а гипноз это насильственные какой-то гипнотизер он его сейчас я спрошу как же его зовут он говорит что что его стерли что его нет он говорит что его расстреляли какой-то гипнотизер и он так за замылен замылен весь он говорит что его спрятали что сталин его спрятал а я сейчас его спрошу он как будто бы на нем такие слои 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 мне не звучит вообще имени никакого какой-то сергей или серж какое-то пошло слова и он гипнотизирует его сталин и слышу что он ему рассказывает какие-то секреты гипнозу воздействия он его учит гипнотизиров гипнозу понятно а да 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 точно я вижу что это выглядит как будто бы знаешь химические какие-то эти колбочки друг другу с одной колбы переливать в другую я слышу насаждать свои мысли населению страны и он говорит что и было четверо и говорит что их всех убили он говорит что сталину они дал ей знания которыми сейчас пользуется илья поэтому крупская сказала что илюша так понятно так но могу я ему передать информацию алгоритмы освобождения если хочет кому-то вот это гипнотизера что он может отказать отказаться от его всех действий заниматься этим гипнозом со сталиным ну да мне идет что он может отменить это забрать все знания я вижу что он приближал как будто бы вор но их четверо как будто бы вор быстренько забрал и там все замел следы и он забирают эти знания из сектора и интерферентов и я вижу что это связано тоже слышу юнг знаниями юнга я передаю чтобы он сейчас забрал все эти знания и оставил вот эту всю мафию я слышу безумной вот как этот ленин потерял ум постоянно и стал безумцем вот так чтобы они лишились этих тайных знаний и силы этих знаний а все держится на этой силе я слышу воздействия передающие этому гипнотизера что он может отдавать карму восторгать с ними контракты очищаться в этот момент вот там где этот круглый столбов и где этот юнг был связан с ними и привязан к как бы к первому и к последнему кто за столом сидел он развязывается берет эту свою к черную книжку она внутри сияет имеет его энергию а сверху она черная как обложка черную он ее берет и говорит ну я тут с вами посидел и берет и вытряхивает вот эту энергию свою с этой черной книги и на ней просто на пояс написано юнг ну или как янг и он это вытряхивает и я вижу что обложка стала как коробочка отдельно черная а его эти знания отдельно как отдельные такие сегменты хорошо виктория отсоединить от этой ситуации так вот эта ситуация когда этот сталин крупскую просит передать передаю крупской тоже информации если она хочет к чему приведет это ее соглашение мумификации как это на нее подействует предлагаю ей отказаться поддаваться этому сталину я вижу она говорит что она сама повязана говорит повязана какой-то поверой и у нее пальцы черные все то есть она сама магичила но информацию ты передаешь что и делать с этим это ее дело так с этим друг ленин встает и говорит а говорит что меня привязали он будет поэтому мавзолею он привидение он находится между пространством то есть он и не поднялся никуда и и он привязан именно к в сектор магии к этой мафии всей коммунистической которая просто переросла и превратилась просто в черном агена она была черномагическая то есть они не могли захватить коммунисты террористы террористы не могли захватить власть без привлечения магии они этот свою власть и начали из террора точно так же как и пришел с террором путин то есть чтобы прийти к власти путину то они устроили террористические акты по всей стране так облегчаем все их не магию и вот эта магия мне мумификация это насилие над человеческим сознанием над россиянами приказывая им убрать их не воздействие эти все ритуалы мумификации их террор их ними руками пусть применяет на них же ничего не происходит ну она происходит но так это звезда которую этой крупской при прицепили она вот так как-то внутри сложилась схлопнулась вот так складывается и я вижу как этот ленин как будто бы выпутывается и свои ноги выпутывает я ему передаю что у него вообще-то когда-то была божественная часть души пусть он ее найдет и пусть и если он хочет пусть освобождается потому что он живая божественная душа пусть он идет туда куда он хочет пойти смертью он заплатил за его он говорит что он не может потому что он виновен говорит в голодоморе и говорит 22 24 год он говорит что он голодом морил народ и говорит что это самая мощная магия но хочет ли он раз отказаться мора который он совершил ну я его спрошу ничего не спрашиваю ответ не они слушают то есть мы просто передаю информацию магию и насилие видим это его личное отношение с первотворцом с кармой пусть себе решает это как он желает а мы как люди просто отказываемся принимать магию насилие как что-то нормальное и отдаем карму всем насильником и этим чекистам коммунистам и вижу у аврора я это думаю что мне так часто вот это слово аврора аврора идет последнее время и вижу как этот взрыв авроры который как бы ознаменовал начало новой коммунистической эры это как вижу как этот взрыв пошел внутрь в эту пушку обратно снаряд вернулся да и сейчас давай поднимаем всю россию на уровень осознанности на тот уровень на котором мы сейчас находимся поднимаем передаем информацию каждую живую мысль да в но сфера имеет свойства то есть это то что эзотерики там под называли там пятым переходом переходом пятым измерением это просто осознанность человека который осознает свою что он находится в одной системе человек природа или земля и космос то есть нельзя жить так как будто бы бога творца вселенной с ее божественными кодами иконами не существует грешить и жить невозможно то есть это ложь да и мы передаем эту информацию что каждая живая душа имеет шанс и возможность очиститься от предыдущих негативных решений поменять и освободиться чтобы освободить все человечество передаем эту информацию разливаем свет заходим тот момент когда в россии я слышу будет множество государств каждый народ образовывает свое личное государство то есть вот как они захватили власть то сейчас идет все в обратном порядке кормуш никто не отменял передаю этому сидень пению пусть он забирается в свой драконий хвост и забирает свои руки вот у него шлейф такой потянулся красный прямо в москву он там забил считывается его интересы обличаем его приказано ему забрать его воздействие отказа как эта пропаганда хорошо все скрыла ты видишь вот истинный враг они говорят это запад то есть они смотрят не в ту сторону а вот эта родина мать которая зовет почему-то тоже указывает на этого на дракона а не на запад так распространяем эту истинную информацию приказом убрать эту ложь пропаганду приказываем убрать его воздействие и отказываемся принимать его эти какие-то воздействия так интересно я вижу как этот морок эта тьма раз рассеивается я приказываю ему этому илюше убрать всю его магию и немедленно освободить все эти миллионы душ которые он погубил вместе с другими коммунистами в голодоморах войнах и продолжает сейчас это делать своими спиритическими сеансами приказываю или мою во всех воплощениях убрать его воздействие на человеческое сознание его мороки и голодоморы все эти воздействия магию носили пусть забирают вижу как этот монстр него такая где третий глаз такая как пирамида с глазом и этой пирамидой вот так моргнул я приказываю ему убираться впрочь в его темное пространство куда он отправлен на всевышним на утилизацию и мы поддерживаем тоже это решение божественных конов кармы как истинные и отправляем всех насильников в на утилизацию пусть торжествуют восторжествуют кон и справедливости кон и равновесия коп на любви и гармонии нашего священного всесвяту также этим иллюминатом кто эти ритуалы совершает управление страной приказа им убрать их не воздействие ложь обман насилие бесправие забирает от стране их от власти от своего имени и передаю россиянам о их них делах призываю отказываться от паразитов вижу появляется такой синий медведь в зубах одержит пакет считывается наркотики в руках водка алкоголь в задней лапе вот где левая лапа такой флаг красный с желтой коммунистической звездой правая лапа у медведя как будто бы вот так на бекрей в сектор интерферентов вся черная и рассчитывается пустой живот как будто бы вот так вот знаешь как хочет жрать вот так вот это все то есть спаивает и это новая россия это вот эта коммунистическая мафиозная структура которая держит всех россиян на на игле на наркотической игле они это они паханы вот эта новая россия это паханы которые распространяют наркотики и водку и дезинформацию она считается 9 дезинформация для того чтобы я слышу освободить просторы россии для красного дракона я вижу что вся до урала вся эта сибирь наверно да она все покраснела и все слилось вместе почти одного цвета с этой коммунистической компартии китая китай всегда был драконом подсказка медведи этим зверем вот она идет вот это как раз и описано в последние книги библии вот это зверьё все да и наркотики вот эти все вещи которыми наслаждает народ рабством пусть забирают применяет на ниши всю карму за все последствия и за все убытки нанесенные за весь ущерб которые они нанесли сознанию человечество человеков и за всю их ложь и за пропаганду а с этим карлсоном мы еще разберемся хорошо отдаем к призываем карму эту информацию распространяем эфирного пространства тоже призываем отказываться от насилия и отказываться принимать насилия отказываться от коллаборации я вижу шар оранжевый этот типа путин а внутри черный дух то он лопнул то есть все выходит наружу и все все понимают и вижу как этот культ вот где этот раздутое лицо этого путина с типа с ним вам так скупоживается и уходит в тот портал и этот символ смерти да вот этот вижу этот код смерти вот этот храм войны это код смерти и он пор переворачивается вот так как баба яга имела избушку избушка на курьих ножках и вот это избушка на курьих ножках вот этот храм войны переворачивается и такие гнилые корни все начинают видеть и осознавать такие черные вот эти корни в которых застряли души убитых в войнах кремля это культ смерти культа дьяволу вот в правительство россии как раз и показывает чей дух они проявляют и они всем прямо вот так всем показывает по купонам вселенной каждый должен объявить о своих намерениях и вот они объявляют они положили труп на главную площадь страны они поставили храм смерти и они говорят вот мы поклоняемся дьяволу вот мы олицетворяем люцифериан скую власть но пропаганда им этим людям показывает совершенно другое вот это принцип вот этих перчаточек то есть показывает овраг в америке овраг европе а там в украине а там в грузии тыкает всегда на самого главного врага это тот кто на самом деле захватывает россию убивает россиян это все в тени его нету его никто не видит и труп лежит на площади а мы это все обличаем этот гипноз срываем и по конам вселенной каждый обязан знать правду на самом тонком уровне и мы эту всю правду показываем а всю эту ложь обличаем и всю эту пропаганду и всех этих пропагандистов пусть им все вся их ложь в горле в их станет пусть психосоматика сработает вот эта карма потому что почему они еще до сих пор у них там язык не не потому что люди верят до тех пор пока люди будут верить они смогут ложь говорить как только люди начнут это осознавать то у них это языке их подсыхают так еще вот это хотел вот этот центр из избирком который существует и прикрывает их не власти выборы с их головой элли панфилы и всей этой системе которая занимается фальсификации и пропаганды обличая их приказываю брать их не воздействия призывая силы кармы за всю ложь и обман что они делают в россии много выглядит как такая огромная стеклянная рука то есть это все программирование это все там ложь которая распространяется мы это все обличаем я вижу как это до приходит время когда это все люди поймут и это телебашня просто вот так вот переворачивается скукоживается превращается такой черный шар и уходит в подземелье откуда вот пришла в преисподнюю и провозглашаем намерение очистить все сознание народов всех народов россиян которые в россии находятся там же более 130 народов разных то есть каждый народ это отдельный как отдельная жемчужина и каждый народ имеет свое собственное свое собственное сознание и именно вот эта насильническая коммунистическая партия она пытается слить все да то есть все эти различия сделать одинаковыми вот эта программа эти все работы то есть обезличить человека сделать его рабом роботом толерантным к злу хорошо и народом приказываю освобождаться от власти этого кремля проявлять их не идентичность отказываться от насилия виктория как вот эта ситуация которую ты вначале увидела про этого звезду и гога как она изменилась в эфирном пространстве я вижу что как будто бы лицо бога то есть вселенная священная вселенная как бы обратила внимание на это место и такая энергия полилась вот а которая вы так отодвигает а отодвигает какое-то я слышу шествие дьявола и там как будто бы такие разноцветные юбки все кружатся такой прямо шабаш колдовской и она вот так отодвигает атака я сейчас посмотрю что это за шабаш такое что-то там за как фоне я смотрю что я вижу вот эти эзотерические эти практики то на карты бросают какие-то звезды рисует вот эта вся магия это все служение дьяволу астрология вызывание все это деньги так ну что всем этому шабашу мы их видим приказываем убрать их не воздействие пусть получает карму за насилие по всей строгости клонов первоисточника жизни я вижу как вдруг эта звезда с этой каем очка золотой она начинает сиять все светится и превращается такой шар а это каем очка желтая как веревочка уходит она считывается знаешь как это у каких-то там генералов адмиралов такие какие-то веревочки желтые вот она что-то с войной связано вот такими высокими и она уходит и я вижу что это как запутанное пространство естественной материи жизни вот эта звезда пятиконечная я вижу что это вот так она выглядит как треугольники вот как этот юнг сидел там и вот так связали вот это пространство вот этот шар его вот так вот затянули затянули и 5 таких сделали этих я слышу магических контактов и получилось вот это вся то есть вот этот шар превратился в звезду только что это за шар который был насчитывать живое пространство и пространство души и я вижу как это пространство души а эти черные штуки завязаны и они считываются как эгрегориальные структуры магические эгрегориальные структуры их 5 5 структур до насколько имеем власти отправляем эти структуры на аннигиляция поконам первотворца кто-то написал в комментариях что его стремится к эгрегором это совершенно правильно то есть наоборот эгрегоры да они утверждаются и как раз они притягиваются к этим игр к его то есть к этому ложному я то есть к этой периферии сознания человеческого потому что божественная душа она реальная а вот эта периферия сознания это то что мы можем менять то что под контролем у нашего высшего я именно этому эго они то есть к эгоизму человеческому они и апеллируют для того чтобы замагичить все наше божественное чистое пространство а мы это все видим понимаем и запрещаем силой своего божественного сознания и силой творцов потому что мы все творцы и наша миссия выполнять божественную волю конов и принципов первотворца и нашей священной вселенной это все отправляем на аннигиляции запрещаем этому находиться в нашем сознании общем сознании человечества и очищаем наше все сознание человечество от взаимодействие с антимером наполняем светом энергии счастья гармонии процветания а этот весь шабаш отправляем в портал на утилизацию потому что он не имеет права вторгаться в пространство человеческого человеческого сознания все эти программы грегоры отправляем на аннигиляцию некоторые очищаем пространство поднимаемся вверх ну давай спросим у нас все ли мы сделали на этом сеансе для сознания человечества хорошо когда виктория отсоединяйся от всех и всего проверь твое личное пространство цели в порядке наполняем все энергии жизни любви гармонии света да хорошо я посчитаю от 0 до 3 ты увидишь физическую реальность действия бы разговаривать и будешь себя чувствовать великолепно